Уже Dell Software, потому что Dell недавно приобрел, ну как, относительно недавно, уже сделан полномасштабный ребрендинг. Собственно, сайт квеста переехал на Dell'овский, и теперь мы принадлежим Dell Software. Но по старинке называем квест, потому что это позволяет однозначно идентифицировать продукты, которые, скажем так, относятся конкретно к выступу, потому что у Dell'ов, в свою очередь, тоже достаточно большой парк программного обеспечения, который, скорее, ближе к железкам. Несколько слов, ну, звук мы уже проверяли, поэтому я уверен, что он работает нормально. Несколько слов о том, как пользоваться нашей виртуальной комнатой для тех, кто в ней первый раз, или, может быть, подзабыл, ну, на всякий случай напомни. Значит, основное окно – это окно презентации. Я буду переключать слайды, и вы будете их видеть. Далее у вас есть чат, как общий, так и приватный. Вы можете отправить сообщение любому, собственно, посетителю нашего сегодняшнего мероприятия. Также в чате, ну, вы видите, что вверху чата, в топе, находятся три человека, которые обладают определенными правами. Собственно, в самом-самом топе, так сказать. Вот, это я, Бобров Сергей. Я сегодня буду вести этот вебинар. Чуть ниже две моих коллеги из маркетинга. Я думаю, что они в процессе смогут помочь там с определенными вопросами. Вот, но, как бы, вы можете писать их в чат. Собственно, насчет чата. Я с радостью отвечу на все вопросы, которые вы будете туда задавать. Единственное, сразу хочу попросить прощения, что иногда очень сложно отрываться от повествования, чтобы оно оставалось связным, и читать чат. Поэтому все вопросы, которые будут заданы в чате, мы обязательно по ним пройдемся в конце мероприятия. Плюс, если вопрос будет не очень большой, и, скажем так, чат не будет скроллиться все время за большого количества вопросов, то я смогу ответить на него в процессе. А вот, также, когда будете задавать вопросы, обязательно напоминайте, о чем рассказывали. То есть, не так, что, например, там, а что у вас там на скриншоте справа. То есть, когда мы будем просматривать чат в конце мероприятия, очень сложно будет понять, к какому слайду относится этот комментарий. Также у вас есть возможность влиять на повествование. Ну, как было сказано до этого, конечно же, через чат. И плюс, в правом верхнем углу экрана, вот этого окна с виртуальной комнатой, вы можете заметить несколько символов. В частности, например, ручку. Такую ладошку поднятую, называется «поднять руку». Если вы на кнопочку наведете. Вот, например, сейчас я ручку поднял. Это, скажем так, то, что у вас есть какой-то вопрос. Естественно, я не смогу скроллить список участников, он довольно большой. Честно говоря, не знаю, видите ли вы весь или нет. Но я вижу количество поднятых рук, к примеру. Это говорит мне о том, что на этот вопрос я должен, скажем так, остановиться поподробнее или же обратиться к чату, чтобы сделать какие-то комментарии, ответить, может быть, на вопросы. То есть, если вы поднимете, скажем так, большое количество рук. Далее, рядом с рукой есть рожица, смайлик. Если вы на нее нажмете, там есть так называемые эмоции. Собственно, их три. Поддерживаю, не поддерживаю, не понимаю. И очистить эмоцию. Например, я поддерживаю то, что я рассказываю. То есть, если вы видите, около моего имени в чате появился плюсик. Вот, собственно, для того, чтобы это снять, можно, конечно, минусик. Ну и, конечно, очистить. Далее, для работы виртуальной комнаты необходим флэш. Это действительно так, как бы, иначе интерактивное содержимое не будет просто работать как надо. Вот, так что я использую Mozilla Firefox. Ну, собственно, в ней уже установлены все необходимые плагины. Пока что, как бы, никаких проблем с нами не было. Если же у вас квакает звук, там не отображается презентация, можете попробовать через Internet Explorer. С ним вообще не должно быть никаких проблем. Вот, как Алексей прокомментировал, в Chrome все работает хорошо. Да, действительно, тут дело на любителя. Просто иногда, в зависимости от определенного набора плагинов, могут происходить какие-то косички такие небольшие. Это, как бы, на будущее. Так. Значит, по поводу даты презентации. Да, действительно, дата презентации, она осталась старая. На самом деле, если честно, я давно уже не обращал внимания на титульную страницу. Но спасибо, что сказали. То я, конечно, поменяю дату. На самом деле, мы уже несколько раз обновляли презентацию. Просто это дата создания. Вот, когда мы эту презентацию первым делом скомпоновали. Потом мы добавляли несколько слайдов, там удаляли определенную информацию, ну и так далее. То есть, в принципе, она соответствует последним, как бы сказать, последним вияниям моды в развитии программного обеспечения. Ну что ж, давайте тогда продолжим. Собственно, тема нашей сегодняшней презентации, тема нашей сегодняшнего вебинара – это миграция Active Directory Exchange, если не ошибаюсь, то SharePoint. Ага, ну здесь не указано. Да, значит, начнем с базового. Пойдем к более приземленным вещам. Я постараюсь вам сегодня в общих чертах описать, как все работает, чтобы вы имели представление. Соответственно, если вы имеете больше опыта, я уверен, что у многих опыт миграции имеется в той или иной степени, вы, естественно, можете задавать уточняющие вопросы, там, может быть, что-то добавлять. Пожалуйста, я с радостью как бы выслушаю ваше мнение, и если будете общаться с коллегами, это только плюс. Так вот, причины миграции. Ну, в плане АД, я думаю, что причины миграции из домена в домен – это вполне себе очевидно. Это реорганизация, когда, например, компания приобретает себе другую компанию. То есть, ну, такой пример. Например, «Газпром» решил, что ему срочно нужно прикупить радио. Он покупает радио, кстати, им принадлежит. Такое тоже отвлечение «Эхо Москвы». Соответственно, они находятся в одном домене. Допустим, если это радио существовало до, то у них отдельный домен, у «Газпрома» свой. Естественно, такое положение вещей устраивает далеко не всех, и их мигрирует. То есть, домен «Радио Эхо Москвы», например, мигрирует в домен «Газпрома». То есть, соответственно, можно сделать и наоборот, но я очень сомневаюсь. То есть, объединение лесов – это в том случае, если «Газпром», например, купит, например, «Роснефть». То есть, у того огромный лес, у того огромный лес. Для того, чтобы эти леса вместе с собой правильно сложить, допустим, перенести или какие-то части там ввести, какие-то части вывести. То есть, более такая умная миграция. То тоже как раз необходимо мигрировать. Также это переход на более новую версию. Ни для кого не секрет, что более новые версии Microsoft часто оказываются все-таки более эффективными и более проработанными. Собственно, вопрос в чате. Простите за такой вопрос. Существует ли способ миграции самбо на АД? Или тут такой вопрос не будет обсуждаться? Ну да, к сожалению, мы этот вопрос в данной презентации не затрагиваем. Но в плане миграции там есть, скажем так, это не наш продукт, назовем так, сторонний разработчик. Есть определенные продукты, но они пока что сыроваты. Есть, ну вот в частности о том, чем я знаю, есть у квеста определенный продукт. Это он относится к identity management. Он позволяет использовать вот эти вот машины, которые у вас там самбо. Ну я так понимаю, что это сеть на Unix машинах. Вот, который позволяет с ними работать из вашего АД. Вот, то есть более такой, более удобный, наверное, интерфейс. Вам не нужно ничего никуда мигрировать, у вас все останется как есть. Да, я, кстати, абсолютно поддерживаю Кирилла. Насчет того, что вопросы, которые требуют объяснения более развернутых, допустим, немножечко отвлеченного, я бы был вам очень благодарен, если бы вы... Ну, вы можете, наверное, давайте так сделаем, вы будете задавать их в процессе, я просто не буду на них отвлекаться, мы потом посмотрим. Вот, и, соответственно, если у вас будут вопросы по конкретному слайду, и тут рядом, вот, то, собственно, я с радостью отвечу в прямом эфире. Давайте, коллеги, пользуйтесь интерфейсом, ставьте это через эмоции. Хотя в чате тоже, конечно, приемлемо. Так, да, вот ручка, это практически то, что нужно. Так вот, вернемся к слайду. Так, мы говорили о переходе на более новую версию. Существует сейчас несколько уровней Active Directory. Это 2000, 2003, 2008, 2008 R2, и сейчас вот относительно появился 2012. У них есть определенные плюшки, то есть, там определенные возможности управления AD, там разворачивания сервисов, там и так далее. То есть, например, если у вас старый AD, там на уровне, ну, допустим, 2003, да, вы хотите запустить какой-нибудь там SQL, к примеру, то он у вас, ну, современный SQL, конечно, то он у вас не будет работать в этом уровне AD, либо будет работать, но там без каких-то функций, которые, скорее всего, вам будут нужны. То есть, такой простой пример. Поэтому возникает вопрос о том, что пора бы свою AD обновить. Ну, и, как говорится, сколько можно сидеть, наверное, на 2003. Также это может быть переход с другого ПО. Здесь, к сожалению, самбу мы не затрагиваем, но затрагиваем нового директори сервис, к примеру. То есть, вы вполне можете с него переехать на Microsoft. Я, кстати, даже больше скажу. Честно говоря, когда я только начинал заниматься этим программным обеспечением, мне казалось, что продукты, которые делают миграцию, они, ну, как бы это сказать, конечны. То есть, можно насытить рынок, и после этого они перестанут продаваться. Но это, кстати, в общем-то, неправда. Потому что, на удивление, люди продолжают мигрировать. Притом, мигрировать там с Oracle на Microsoft, там не только в AD, а вообще там с доменной структуры на Microsoft. То есть, таким образом получается, что бород продуктов все равно есть. Для меня сначала это было очень удивительно, потому что мне казалось, что человек один раз мигрировал на Microsoft, ну, или там с Microsoft куда-то по какой-то причине, то обратно и переходить смысла никакого нет. Оказывается, нет, определенно есть. Собственно, причины миграции Exchange. Это точно такое же объединение. То есть, когда, например, из компании вливается в другую компанию, нужно там объединить адресные книги, там пользователей перенести. Обычно это является, скажем так, следствием миграции AD. То, что вы мигрируете пользователем Exchange. Естественно, переход на более новую версию. Например, если у вас есть Exchange 2003, то вручную вы не сможете перенести ваших пользователей ресурсы, адресные книги и так далее, на, например, Exchange 2010, не перешагнув через 2007. Ну, точнее, перешагнув через него, не получится так сделать. Для этого как раз есть специальные продукты, которые помогают прыгать через версию. На самом деле, в этом плане очень у нас был показательный проект по миграции Exchange, когда мы в очень крупном телекоммуникационной компании делали эту миграцию. И администратор, мы позволяли уехать с Notes на Exchange, ну, помогали уехать. И администратор Notes, который у них был, он так удивился, когда узнал, что, собственно, в Microsoft нельзя прыгать через версию версию, потому что в его понятии это там реализуется, условно, парочка скриптов. Но тут, извините, разница в технологиях. Ну, и, как я говорил, переход с другого ПО, GroupWise, Notes. То есть, вы можете подумать, что вам больше принесет плюсов работа с Microsoft. На самом деле, она действительно приносит огромное количество плюсов, если у вас все в Microsoft. Там взаимосвязи, всевозможные системы прозрачного логина и так далее. Ну, с причинами мы разобрались. Я думаю, что это абсолютно очевидно. Несколько причин SharePoint. То есть, переход на более новую версию, опять же, с прыжком через версию или переход с другого ПО. Собственно, все может быть, любая из этих причин, она достаточно веская, чтобы затеять миграцию. Ну, понятное дело, что 80% успеха мероприятия зависит от того, насколько хорошо вы его спланировали. Поэтому, первонаперво, делается план миграции. Я даже больше скажу, когда Microsoft переезжала, сама Microsoft переезжала из домена одного уровня на домен другого, они развесили по всей организации, даже, кстати, в туалетах, развесили плакаты, что миграция – это круто. Честно говоря, немножечко это, ну, с моей точки зрения, наверное, нелогично, потому что стандартному пользователю совершенно даже не обязательно знать, что произошла миграция. Но они таким образом как бы показывали, что да, они планируют, процесс идет, там все готовится, что каждый является частью этого огромного плана перемещения и так далее. То есть, это, в первую очередь, это пропаганда. То есть, вы обязательно, если затеете миграцию, должны извещать всех об этом, что там на такой-то определенный срок будет миграция. Мы сейчас готовимся, мы сейчас в процессе подготовки к этому, и, собственно, это потом принесет вам определенные дивиденды. В плане того, что люди будут готовы, люди соберутся, и на самом деле тут уже план Microsoft обретает смысл. План миграции. Конечно же, это исходные данные и техзадания. Вы должны себе четко представлять, что конкретно и куда вы собираетесь мигрировать. Естественно, если это проект не внутри вашей организации, которая состоит из 15 компьютеров, а, допустим, более большое, просто почему? Потому что если 15 компьютеров, за этим смотрит, скорее всего, один администратор, и, в принципе, он может всю миграцию провести так, что пользователи не завинят, и, собственно, сил не одного себя. Если же это большой проект, большая организация, большой план миграции, то вам обязательно нужно писать техническое задание. Возможно, что объемы работ покажутся вам недостаточно большими для того, чтобы заморачиваться со всей этой бумагой или электронными документами, но, поверьте моему опыту, обязательно вам нужно будет писать техническое задание с указанием всего четко-четко-четко. Мой преподаватель по миграции всегда говорил, что планирование – это 80% успешной работы, успешного завершения проекта, потому что вы все планируете, все расписываете, остальные 20% – это вы уже занимаетесь непосредственно механической работой, исполнением того, что вы напланировали. Естественно, подготовительные работы. Подготовительные работы – это сюда входит то, что вы готовите домен, там настраиваете необходимые трасты, к примеру, то есть устанавливаете связи между исходным и целевым домен-контроллером, там или лесом, или доменом и так далее. Это также обновление схемы леса и домена. Это нужно для того, чтобы, во-первых, все было в актуальном состоянии. Также это касается обновления непосредственно служб, сервисов, серверов, операционных систем и так далее. Это уже в свою очередь нужно для того, чтобы все эти, которые были на определенный момент, они были уже пофиксены, и чтобы вы были уверены, что ПО у вас в последней версии, и с ними будут работать все функции, там программ, которые вы переносите, или программ, на которые вы переносите. Также это передача ролей F-SMO. Если контроллеров больше одного, то есть вы заранее должны это подготовить. Далее идет перенос глобального каталога. Ну а дальше перенастройка интерфейсов, DNS, другие послеустановочные задачи, то есть отключение старого домена, ну и по мелочи, там какие-то направления, каких-то косяков. Выглядит все достаточно просто, но это на самом деле далеко не так. Разберем каждый пункт поподробнее. Исходные данные и техзадания. Задача. Установить контроллер домена на другом сервере, причем работающем под Windows сервера 2008 R2. Старый контроллер понизить до рядового сервера, зачем возможно вообще его выкинуть. Все функции старого контроллера передать новому. Звучит вроде бы достаточно просто. Более того, даже могу сказать, что с каждой версией Windows, которая выпускает Microsoft, все вот эти вот технические задания, которые необходимо выполнить при миграции, при перенастройке, при восстановлении из бэкапа, они с каждым разом становятся все легче и легче. Поэтому смысл, по крайней мере, в окружении Microsoft переходить на более новую версию, он имеется абсолютно всегда. Если у вас есть деньги, чтобы все это провернуть. И в частности, скоро можно будет уже, ну, я так думаю, версии через две Windows, можно будет уже подумать о том, чтобы нормально мигрировать средствами чисто Microsoft. Но пока что, как бы, тенденция, конечно, есть, но техническая реализация не позволяет сделать это удобно в ручном режиме или там посредством конкретных средств. Вот как на демотиваторе вы можете видеть, что да, вроде бы все просто, однако же существует огромное количество межуточных шагов, которые нужно выполнить для того, чтобы достичь необходимого результата. Подготовительные работы. Это создание плана миграции, создание тестового стенда миграции, на котором вы сможете откат определенные какие-то моменты. Потому что это только на бумаге или в презентации всегда все выглядит очень красиво и просто. Там есть домен, вот мы тот раз переносим, здесь мы написали, так, опа, и все нормально перешло. Нет. Такого не будет никогда. Практика говорит о том, что всегда при миграции, когда вы затеваете это, вы находите кучу узких мест, там какой-то косяк, там не обновленный сервер, который нельзя обновить. Или у вас там случайно по какой-то вообще неимоверной случайности на сервере побывал конфигер, например. Что-то там убил, из-за этого там служба все время падает, там и так далее. Куча различных мелочей, которых нельзя спрогнозировать. Изначально, пока вы с этим не столкнетесь совсем вплотную. Поэтому тестовый стенд очень обязателен. Я бы даже сказал, что он необходим для проведения успешной миграции. Потому что вы на тестовом стенде сможете откатать все необходимое. И точно удостовериться, что да, вот эти вот пользователи, вот с этого вот непонятного там домен-контроллера на 2000-й винде, они вот переезжают на наш новейший, я даже не знаю, блейдовый кластер на 2012-й Windows, вполне нормально. Это очень важный момент. Соответственно, проведение тестовой миграции, но об этом я рассказал. Создание плана сосуществования. Смотрите, особенно когда это касается больших организаций, вы не сможете справиться за короткий промежуток времени. Например, там за ночь или за выходные, или за выходные вместе с ночами, там ночь с пятницы на субботу, субботу ночь субботы на воскресенье, воскресенье, ночь с воскресенья на понедельник. Вы можете не успеть провести миграцию. Особенно если вы будете делать это руками, я даже скажу однозначно, что вы этого не успеете сделать точно в организации с хотя бы тысячей машин. Ну там тысячи учетных записей, с всякими папками ресурсов и так далее и тому подобное. Соответственно, вам нужно подумать о том, как вы будете проводить эту миграцию. То есть создать план сосуществования, чтобы одновременно у вас работал и старый домен, и новый домен. И при том пользователи, которые уже переехали в новый домен, могли спокойно работать с ресурсами, которые еще не успели переехать в новый домен, а остались в старом. Соответственно, как пользователи старого домена должны иметь возможность работать с ресурсами, уже либо созданными заново, либо переехавшими в новый домен. Сразу отвечу на вопрос Евгения Валерьевича. Да, ведется запись. Вы потом сможете ее просмотреть отдельно. Вот так. План сосуществования. Да, вот вопрос реализации вот этого плана сосуществования. Я скажу так. Я смотрю, конечно же, как человек все-таки с относительно предвзятым мнением. Я смотрю на это сосуществование как пользователь продукта квест. Потому что я знаю, что это можно сделать просто. И я поэтому смотрю, да, вот мы делаем вот эту муфту, и все отлично ходит. Когда вопрос касается того, что нужно это сделать руками по какой-то, по той или иной причине, это очень большой геморрой. Вот это вот сопряжение прав, да, какие-то вещи можно решить тупо за счет трастов. Тоже очень просто прописав, все, и до свидания. Но существует ряд моментов, опять же, с которыми можно столкнуться в процессе конкретного практического работы, что вы не сможете реализовать доступ только трастами. Вот, посему, собственно, нужно этот момент прорабатывать. Естественно, оповещение коллег. Коллег, как я уже рассказывал про Microsoft, который везде развесила плакаты, это может показаться изначально глупым, если у вас достаточно маленький объем, если вы уверены, что миграцию сможете выполнить бесшовно, за короткий промежуток времени пользователи, в принципе, об этом знать не будут. Вот, да, наверное, при таком варианте имеет смысл и не оповещать коллег. Но обычно всегда пишутся письма, там вешается какой-то, скажем так, какой-то, может быть, плакатик, который позволяет пользователям все время помнить о том, что, да, будет миграция, возможно, там определенные перебои, возможно, какие-то племы. Окей, коллег оповестили, можно начинать работы. Поехали! Собственно, все это звучит очень оптимистично, но на самом деле, если конкретно брать практические работы, то это может занять очень много человека часов, особенно если администратор АД обычно бывает один или два, компьютеров на них много, то, как я уже говорил, планирование – это 80% успеха. Первым шагом, который необходимо сделать, это обновление схемы леса и домена. Вы можете использовать команду ADAPREP, она находится на установочном диске для подготовки исходного домена. Но мы совсем уж подробно об этом останавливаться не будем, потому что моя цель – не научить вас, как мигрировать из домена в домен до конца. Александр, Александр, спасибо за вопрос, спасибо за ответ. Я должен вам рассказать, как это мигрируется, чтобы вы имели полное представление делать правильно. Но обсуждение, например, конкретных, глубокое обсуждение команд, если хотите, мы, естественно, продолжим после вебинара, оно за рамками. Кстати, вот, к примеру, ADAPREP, у него есть ряд определенных параметров и ряд определенного вывода. Вот, как вы можете видеть на скриншоте, результатом должно быть ADAPREP successfully updated. Update.no.res, domain и так далее. Это должно быть результатом. Вопрос в том, что умеете ли вы пользоваться этой командой изначально. Допустим, что умеете, вроде все выглядит просто, но все равно необходимо будет ознакомиться перед ручной миграцией. Далее. Какие еще команды? Ну, собственно, вот это более частное применение того, как они работают. От PREP32. Кстати, от PREP32 относятся также и к 64-битным системам. Не уверен, почему они так называются. Соответственно, если вы не знаете, как это работает, то обычно ответ у начальствующего элемента, запустившего миграцию, или же любой вопрос на форуме, ну, не на каждом форуме, конечно, это идти друг в Google, что, конечно, неправильно. На самом деле, курс обучения миграции AD занимает, сейчас скажу, рабочих дней полновесных в институте Microsoft. В принципе, он достаточно прост, и ряд каких-то вещей в нем объясняется. Ну, их стоит знать даже для администрирования Windows. Также можете, в принципе, почитать книжки. Следующим шагом является передача ролей FSMO. Данный раздел интересен, если у вас более одного домен-контроллера. Передачу ролей можно пополнять двумя способами. Один способ – это через консоль. Вот здесь у нас даже приведена ссылка на КБ Microsoft. Отвечу на вопрос А. Ну, вот Евгений Андреевич уже ответил на вопрос. Нужен ли администрации с 2008-го Air 2, 2012-й? Да, нужен. Я не помню точно по каким конкретно вещам, но я точно помню, что он нужен. Ну, и Андрей Евгеньевич подтверждает, что да. Следующее, значит, как вы можете еще мигрировать, это через GUI. Собственно, тут тоже есть ряд нюансов, как и в любой работе. Вот я, скорее, больше доверяю консоли. Просто потому, что это более структурированная работа. Вы можете видеть вывод консоли, конкретный, построчный. Конечно, Microsoft нельзя упрекнуть в излишней лаконичности иногда. Но консоль на этом этапе, она более, скажем так, более правильно, наверное, для применения. Ну, и цель того, что вы пытаетесь сделать за счет этого, это передача роли domain naming master. Собственно, основной главной роли, которая как раз все и поддерживает. Этот процесс достаточно, как сказать, если вы развернете испытательный стенд, там без какого-то огромного количества клиентов, то этот процесс достаточно быстр. В зависимости от вашего практического задания и от платформы, на которой вы проводите работы, могут возникнуть определенные вопросы, определенные проблемы между шагами. Перенос глобального каталога. Если мы делаем миграцию не на 2008, а на 2003, в котором при добавлении контроллера домена глобальный каталог не ставится, либо вы не поставили соответствующую галочку, глобал каталог в шаге 2, это по консольному и гуевому перемещению. Тогда нужно создать роль глобального каталога новому контроллеру домен вручную. Для этого мы заходим в Аснастку Active Directory Site, Sites and Services, Sites, Default First Name, там сервис, там бла-бла-бла, ну, здесь в примере DC2, потому что они все в одной как бы зоне. Щелкаем правой кнопочкой мыши, Antidus Settings, Properties, Global Catalog, ОК. Ждем 5 минут и дожидаемся сообщения о том, что контроллер стал глобальным каталогом. По умолчанию у них время обновления 5 минут. Собственно, естественно, это время вы можете поправить, там в зависимости от территориальной распределенности, обычно этот параметр варьируется. Вот. И, соответственно, если хорошие каналы связи, можно поставить меньше, чтобы все это быстрее происходило, репликация изменений, либо если каналы связи плохие, или трафик платный, вы вполне можете сделать более большое время, там, в зависимости от ваших нужд. Ну, стандартно это 5 минут. После установочные задания. Это перенастройка DNS, то есть добавление соответствующих зон, там, обратных зон и так далее, для того, чтобы уже происходила нормальная работа в новом домене. Ну, и, конечно же, это перенастройка интерфейсов. Казалось бы, да, то есть основная роль переехала. Собственно, что еще пожелать? Да, остаются, как говорится, сущие мелочи. Но, теперь самое интересное. Хит сезона, ручной перенос пользователей, групп, оперейшн юнитов, сетевых ресурсов, профилей рабочего стола, и так далее, и тому подобное. Этот список можно продолжать, ну, конечно, не бесконечно, но очень долго. Ну, и, что я могу сказать? Что делать, если объектов слишком много, и вы не можете с ними справиться за раз? Собственно, вы с ними и не справитесь за раз, потому что просто объемы работ будут большими. Это сосуществование, которое, возможно, при неудачном стечении обстоятельств, придется делать вручную. Ну, я надеюсь, что, конечно же, этого не нужно будет делать вручную. Но мы все равно рассмотрим этот подход, потому что в нем закладывается основа. Собственно, смысл миграции от Microsoft. Ну, здесь, я не знаю, видно вам или нет, совсем близко здесь, схема проведения миграции от Microsoft, такая блочная диаграмма, которая говорит, что, да, если вы сделали так, так вам нужно сюда, пожалуйста, сюда. Она достаточно наглядная, но согласитесь, что изучением ее в течение пяти минут процесс миграции вряд ли ограничится, то есть она не сможет ответить на данные вопросы. Несколько слов о миграции Exchange. Терминология. Upgrade – это увеличение номера версии, которое может происходить на месте. То есть у вас есть сервер, один определенный там, Exchange 2003. Окей. Upgrade – до 2007-го. Сервер тот же, Exchange тот же, вы ставите там соответствующий патч, ставите соответствующий файл, запускаете установку, перезагружаете машину, у вас 2007-й. Все, чеки-поки, все работает отлично. Миграция. Это установка продукта на новом компьютере с переносом информации на новый компьютер. То есть, давайте более новую версию Exchange на сервере по соседству. И туда перевозите всех ваших пользователей, почтовые ящики, вложения и так далее, и тому подобное, профили. Вот это уже миграция. И переход. Перенос информации в другую, возможно более новую версию продукта. Здесь, как бы это сказать, миграция отличается от перехода за счет вот этого процесса сосуществования. Потому что, если переход, переход – это единичное действие. У вас вот есть какой-то сервер, в нем там какая-то почта, вы ее отключили от работы, все это перенесли вручную, где у нас включили новый сервер. Там люди посидели день без почты. Ну, эко не видели. Но вот миграция подразумевает под собой именно конкретное полновесное сосуществование. То есть, пользователи этого не видят и не чувствуют. Ни пятыми точками, ни своими компьютерами. Подготовка миграции Exchange точно такая же, как и AD. Составление плана, тестовый стенд. Кстати, в Exchange я очень настоятельно рекомендую готовить тестовый стенд. У нас было несколько проектов. Я могу сказать, что миграции AD без почты, они проходят по большей части без сучка из-за долинки. С Exchange возникает ряд определенных вопросов, которые очень удобно решать на тестовом стенде. И в результате там по тестовой миграции корректировать уже свой план. Вот, естественно, извещение коллег, естественно, начало работ. То есть все то же самое, как, в принципе, и в AD. С чем вы можете столкнуться? Это с обновлениями. То есть недостаточно каких-то пакетов обновлений, чего-то не хватает. К тому же я даже могу вам сказать больше. При установке с диска последнего образа, скачанного с MSDN, обязательно проверяйте, какая версия сейчас на данный момент последняя. Что существует определенный ряд патчей, меняющих внутреннюю структуру как компонентов Exchange, так и в каких-то обслуживающих сервисах, которые ставятся отдельно, скажем так, не накатываясь стандартными Windows обновлениями. Их нужно ставить очень аккуратно. То есть вам всегда нужно читать, если вы ставите обновление, которое не накатывается посредством Windows Update, вам всегда нужно читать документацию, чтобы быть уверенным, что по обновлению у вас все нафиг не отвалится, потому что изменилась структура и какие-то ссылки уже не соответствуют в действительности. Это очень важный момент. Также огромное количество галочек всевозможных в настройках. Я, к сожалению, у нас здесь нету скриншота, но в нем куда больше галочек, чем при миграции D. Это факт. Иногда, честно говоря, вот эти все галочки, их нужно проверять раза по два, потому что глаз замыливается и очень сложно потом понять, какой, скажем так, где вы что забыли. Начинаете разбираться, почему не работает, все просматривать заново, ух, это такая морока. Вот. Ну и невозможность перехода с очень старых версий через версию. Вот это, ну я не могу сказать, что, конечно, это бич Microsoft, но это имеет место быть и в принципе вам придется, если вы будете делать это вручную, вам придется заиметь промежуточную версию экшенжа, сначала мигрируют на него, там возможно подтянуть уровень AD за этим делом, потом, соответственно, уже на последнюю версию, которая является для вас целевой. Если же у вас такой хитрый, ну это вряд ли, конечно, хитрый случай, что, к примеру, у вас уровень AD там какой-нибудь 2003, да, а вы уже, ну сейчас закупили новое программное обеспечение, оборудование там 2012, то тут вам придется, да, то есть даже на 2003, 2000, то вам придется вообще два шага это все делать. То есть, очень это, мягко говоря, неудобно и муторно. Ну и, конечно, увеличивает объем работ в несколько раз. Много условий в AD для выполнения миграции. Ну, здесь, как я уже упоминал, основные условия, конечно, это уровень AD. Остальные там вещи, типа всяких сервисных учетных записей в нужных местах, они, как бы, да, тоже прилагаются. Посему, это может быть достаточно большой проблемой. Также, сосуществование. Естественно, если у вас огромное количество пользователей, раз вы это не перенесете. Я даже больше скажу. В том телекоме, в котором у нас есть проект, я политкорректно не буду его упоминать на всякий случай, но я думаю, что у нас компания телекоммуникационного оборудования, предоставляющих услуг телекоммуникации, не так много. Ну, и, в принципе, все они достаточно известны и крупны. Вот, у них процесс тестовой миграции делится уже, чтобы не соврать, несколько месяцев. Хотя, казалось бы, нету недостатка в плане рабочей силы, которая это может выполнить, нету недостатка в программном обеспечении. Вот, но они как раз сейчас в процессе вот этого планирования, подготовки и тестовой миграции тоже все проверить, все точно, сказать, что да, это вот работает, абсолютно точно, мы все взвесили, никакого импакта ужасного, что вся почта по телекоммуникации, по оператору сотовой связи отвалится там и так далее, и вот, там подобные ужасные вещи, миллиардные простои, расстрел сотрудников IT-службы после этих простоев, то есть и так далее, этого не произойдет. Поэтому существование занимает достаточно много. Вопрос от Алексея. Можно ли перейти с 2003-го на 2010-й Exchange, сначала установив новые и перенеся на них ящики конфигурации в конфигурации сначала установив новые и перенеся на них ящики в конфигурации с одним шлюзом и двумя внутренними. Вы не перешагнете через версию, вот что я вам скажу в любом случае. Если же это касается вопроса, который мы рассмотрим чуть более ниже о плюсах продуктов квест, то вопрос да. Так, следующий вопрос. При миграции компьютеров в новый домен рабочей станции нужно будет заново переподключать к новому домену, то есть вручную пробежаться по ним. Если вы выполняете это дело вручную, то да. Если вы выполняете это тем же продуктами квест-софтвера, миграция менеджера, о котором речь пойдет чуть позже, то вам нужно будет потом перезапустить машину. просто. Ну вот Константин добавил, что он приходил с 2003, он в 2010 и без 2007. Ну, скажем, этот вопрос требует дополнительного обсуждения, потому что по факту я могу вам потом показать официальные заявления Microsoft на эту тему, что прыжок через версию, он, если и возможен, то достаточно проблематичен. Буду рад, если вы потом поделитесь опытом в плане того, как вы это провели. Так, ну да, собственно, со всеми комментариями в чате согласен. Так, мы остановились на сосуществовании. Так, я буквально себе сделаю сейчас пометочку. Обмен опытом. так, о том, что мне нужно будет пообщаться с вами коллегами, просто узнать, как у вас это происходило. Так, все себе пометочку сделал. Угу, угу. Да, ну, собственно, на вопрос Алексея ответил Вячеслав Валерьевич. То, что нельзя, потому что изменения в хемии AD. Да, это действительно так. Так, 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 так. Что у нас тут? Угу. Миграция SharePoint. Ну, из всех продуктов Microsoft, SharePoint, у меня, пожалуй, натянутые отношения, признаюсь честно. вот, буквально самый маленький опыт. Ну, естественно, любой миграции, SharePoint, там вообще есть определенный ряд вопросов, там, переноса таблиц, скрытых полей, там, и так далее, которые очень часто называют затык. ну, естественно, начинать стоит с изучения, собственно, зачем выполняется обновление, то есть, каких бенефитов вы хотите достичь. Далее, определение способа обновления, каким образом вы будете это проводить, то есть, там, обновление, переноса на новое железо и так далее, знакомство с рекомендациями по обновлению, то есть, для того, чтобы понять, спланировать, как вы будете это делать. Руководство по ознакомлению для IT-специалистов, здесь подразумевается чтение всей необходимой документации, новой и старой версии, для того, чтобы правильно сопрячь. Также планирование, естественно, от которого зависит 80%, также развертывание, то есть, вы подготавливаете, во-первых, пользователей и систему перехода, там настраиваете соответствующие трасты, связи, пользователей и так далее, также тестирование и устранение неполады, которое 100% обнаружится в окружении для миграции SharePoint, соответственно, выполнение всех необходимых обновлений и контрольный список, то есть, вы сможете по этому списку потом проверить, что да, вы прошли по миграции как надо и все работает, скажем так, по, в общем, правильно. Далее, здесь на слайде вы можете видеть, скажем так, миграцию SharePoint с 2007, ну там 2007, 2011, например, на 2010, то есть, перенос базы, работа, настройка, перенос остатков, вот и все, как говорится, в порядке. Здесь могу сказать, что в плане SharePoint, так как обладая наименьшей, наверное, компетенцией по этому продукту из всех вышепредставленных, что внимательно читайте документацию. Большинство ошибок это именно человеческий фактор, потому что документации Microsoft доверять можно и не нужно, и все дело только во внимательности. В принципе, конечно ничего сложного нет. Ну и естественно нормальный ручной подход. Суть данного подхода заключается в следующем. Удобное для заказчика время, ну для заказчика, для вас, если вы делаете это у себя, например, в выходные штатными средствами Microsoft производится предварительная миграция портала без перевода на новую версию. Далее устаняются обнаруженные проблемы, потому что вы перенесете пользователей, там возможно какие-то ресурсы недопереедут, вот, остраняете обнаруженные проблемы в программных решениях, ну в аппаратных вряд ли, то есть никакого простого, никакого простого сервиса, потому что пользователи все еще работают со старым, со старым сервером и соответственно в удобное для заказчика, для исполнителя, для вас время выполняется окончательная разностная миграция накопленных на портале данных с момента начала работ по переносу, то есть уже такое миграция в три куска, это правильная миграция, почему, потому что она позволяет вам избежать каких-либо проблем, то есть даже если вы переехали, или там на новую версию уже только тупо перенесли ресурс, в данном моменте у вас возникают сложности, то вы можете их исправить пока пользователи работают, у вас есть определенная дельта времени, то есть это таким образом можете обезопасить себя как исполнителя, или же там самого исполнителя при правильном планировании от того, чтобы он все не завалил, потому что это все конечно хорошо, что там можно сказать это не моя вина, там это они криворукие, но я думаю, что важен результат, а собственно для достижения правильного результата это единственно верный путь. А что будет если все делать вместе? Тут могу сказать, что будете очень сильно завалены работой, всевозможным проставлением галочек, переносов бумажных работ, там объяснением людям, почему не работает, работами под пулями и это совершенно никому не нужно, потому что, как я уже сказал, важен всегда результат. Именно софтвер, она вытестила свой собственный продукт. Quest Migration Manager, который позволяет делать миграцию так, что комар носа не подточит. Почему Quest Software? Во-первых, это автоматизация рутинности, то есть все те действия, которые я описывал, которые нужно выполнять вручную, там возможные скрипты, работа в консоли, работа в GUI, повышение уровня того же домена, например, перенос ресурсов туда и так далее, все это будет автоматизировано, то есть никто, никакой человек, там помощник, администратор, администратор не забудет проставить необходимые галочки или вбить какой-то параметр в консольную команду. Далее это удобный интерфейс, то есть как и любая программа, которая позволяет пользователям что-то автоматизировать и сделать более удобно, она должна обладать юзер-френдли, интуитивно понятным интерфейсом, в котором сможет разобраться человек, потратив, скажем так, не так много времени, прошу прощения, потратив не так много времени для того, чтобы разобраться с интерфейсом. Также возможность проведения тестовой миграции. Что это значит? Это значит, что вы делаете задания по миграции в продукте Migration Manager все вот эти миграционные работы выполняются заданием, то есть вы компонуете задание, например, эти 100 пользователей вот с этими ресурсами перенести в этот дамин. Собственно, даже задание запускаете. Есть возможность провести это задание в тестовом режиме, то есть квест проводит все работы и все проверки необходимых разрешений, которые нужны, чтобы перенести ресурсы и далее, но их ресурсы физически не переносят. То есть не так, чтобы там перенес, а потом так, опа, это же тестовая миграция и удаляет их нафиг. Нет. Это нормальная, полноценная тестовая миграция, то есть она похожа на настоящую, но без переноса ресурсов. И в конце вы видите лог-файл, в котором можно прочитать подробно, что конкретно у вас отвалилось. Ну, если отвалилось, конечно, либо все окей, все нормально смигрировалось, идет вперед. это очень важный пункт, скажем так, одна из самых важных, наверное, функций ПО, из флагманских, которая позволяет это дело провернуть. Далее, скорость работы. Ну, наверное, не секрет, что если какие-то ручные задания автоматизировать и повесить для, даже тем же скриптом, то скорость работы возрастает. Возможность прыгать через версию. опять же, это относится к определенным конкретным случаям, но достаточно, кстати, частым, к сожалению, что приходится прыгать через определенные версии, которые не поддерживают миграции, скажем так, с прыжком через версию. Квест позволяет это делать хоть с 2000 AD на 2012 одним прыжком, запросто, без каких-либо предварительных настроек и так далее. плюс сосуществование. Как я говорил, это один из самых муторных пунктов, потому что обеспечивать сосуществование вручную, это, ох, не бог весть, как здорово. Квест позволяет сделать это автоматически. Вы настраиваете, скажем так, в соус-домене исходные ресурсы и в целевом домене ресурсы, с которыми должно происходить сосуществование или в которых должно происходить сосуществование. и оно происходит есть отличная техническая поддержка. Время реакции этой поддержки один час после заведения кейса. По себе могу сказать, что мне приходилось несколько раз такие кейсы заводить, правда, по немножечко другому продукту, но поддержка единая. Только я этот кейс завел, у меня сразу, буквально там, через минуту, я его обновил страницу, что да, он есть, подумал, что же мне теперь делать, и мне звонок от технического оператора. Что касается КАН, на котором работает поддержка, в частности, по данному продукту существует русскоязычная поддержка, и одно из немаловажных, наверное, плюсов, это как раз то, что центр разработки находится в Питере, один из, то есть, конкретно этот продукт разрабатывают наши с вами граждане, со-граждане. Прозрачность для конечного пользователя. Пользователи, которые работают на машинах во время вашей миграции, они ничего абсолютно не заметят. То есть, у них при правильной настройке продукта, у них в машинах поменяется необходимый идентификатор, им надо будет только потом перезагрузиться, и вуаля, они уже в новом домене. То есть, все делается как нужно. Ну и, конечно же, это выполнение заданий по расписанию. Отвечу сразу на вопрос Андрея, на короткий вопрос. Да, чат, видео идет. Вот. Далее. Мало того, это не совсем видео, это интерактивная запись на флеше, то есть, элементы будут интерактивны в записи. Все сможете покликать по ссылкам. Так, 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 вернемся к нашему слайду. Выполнение заданий по расписанию. Это значит, что вы сможете выполнить задание, например, установив на ночь каждого дня переносить какой-то кусок ресурсов в новый домен и спокойно себе работать в течение недели, даже не задумываясь о каких-то импактах или остановке работы сервисов. Нет. на данном слайде вы можете видеть структуру того, миграции, как интерфорест, так интрофорест и таких ресурсов, как ESS-серверы, файловые серверы, серверы SMS, эксченжи, профили, задания, которые уже прописаны, какие-то ключи реестра, локальные группы, распределенные группы, группы безопасности, принтеры, шары, что только все попадает в миграцию и плюс позволяет их обновлять, то есть тот самый coexistence, сосуществование. Так. Здесь вы можете видеть один из ну это портал статистик Asian Manager один из тоже таких определенных плюшечек, что это такое. Во-первых, это место, куда складываются все отчеты, то есть вы вполне себе можете выполнить какую-то миграцию и там условно уйти домой. Она там по расписанию что-то делает, переносит, вы приходите, открываете браузер, ага, посмотрим, какие-то задания выполнены. Так, столько-то ивентов прошло, столько-то ошибок, ошибок не было, так, окей, дата начала, дата завершения, так, вот эти ресурсы перенесены, опа, на так, ага, этот ресурс не перенесен, оставлен здесь без изменений, все понятно. Почему не перенесен? Ага, не хватает там прав на вот это, допустим. Все ясно, то есть все настолько подробное, что ну условно вам не придется очень сильно напрягаться для того, чтобы прочитать эти логи. Так, вопрос от Анатолия, уходреной железу Дэла. Я с вами не соглашусь на самом деле. У Дэла есть ряд линеек и по сравнению с, ну вообще лидерами железок это, наверное, будет HP и Дэл. Как бы очень много у кого есть там другие вендоры, но по факту это самые такие лидеры корпоративного рынка. То есть IBM, HP, Дэл. Наверное, в такой последовательности по лидерству их можно поставить. ну Евгений Андреевич тоже согласен со мной и не согласен, что железу Дэла плохое. Так, миграция в рамках одного леса и одного домена. А есть большие отличия при миграции в другой лес и в другой домен. Если вы используете квест, то отличия особо нет. Там немного другой продукт, который позволяет просто шагнуть на иерархический уровень выше. То есть он позволяет вам сказать ага, там из такого-то леса в такой в такое-то дерево, в такую-то ветку. То есть изменения в плане интерфейса они вообще минимальны. В плане самого техпроцесса да, там есть определенные отличия. Единственное, что, конечно, если все это делать правильно, они не столь существенны. Там, условно, у вас больше будет работы. То есть масштабируется это дело. Комментарий от Романа. Да, простите, Роман. Пожалуй, наверное, действительно проще будет. Тем более, слайдов, кстати, осталось не так уж много. Собственно, наверное, проще будет завершить. Вы правы. Так, 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 ага, портал. Ну, собственно, о портале я рассказал. То есть там очень подробный отчет. Здесь вы можете видеть основной интерфейс программы. В нем возможно делать как сосуществование из этого интерфейса, так и работы по миграции. На самом деле интерфейс действительно очень прост. вы заходите и указываете, что вы хотите перенести, куда вы хотите перенести. Необходимые вариации с сидхистерой, там, обрезать, не обрезать, там, перенести, не перенести и так далее. Какие-то определенные параметры, которые не надо переносить, допустим, в новый домен. То есть полный список объектов, абсолютно полный. Плюс, например, возможность установки пароля, там, какого-то определенного, переноса пароля из старого места, там, установка, сброс пароля до стандартного или там, никакой пароль, но нужно сменить при следующем входе. То есть вариаций возможно куча. Вот. И все это настраивается. Собственно, там несколько этих далее. Непосредственно сами объекты AD переносятся. Далее вы запускаете другую программу, она называется ресурс апдейтер. Ну, естественно, все это в комплекте. Вот. И обновляете уже ресурсы. То есть переносятся непосредственно всякие там рабочие столы, которые хранятся на сервере и так далее. И все это, самое важное, что все это в автоматическом режиме. То есть вы провели вот этот план миграции, сказали таких-то, таких-то пользователей перенести такие-то объекты AD. Окей, они переехали. Это самое простое. Как раз ресурсы самые сложные. Далее запускаете ресурс апдейтер, говорите ему вот мы создали такой-то план миграции, возьми данные о том, что переехало в тот домен вот отсюда из этого плана и вот как бы начинай работу. Собственно, могу так сказать, вопрос вот этого переноса решается за 37 кликов. Приезжают ресурсы. Вопрос создания задачи для миграции каких-то объектов AD решается за 5 кликов далее. Вот. Все предельно просто. Ну, Migration Manager для SharePoint. Собственно, как я уже говорил, к сожалению, не обладаю компетенцией. Я думаю, что если вы сталкивались, вы поймете больше из этой картинки, стандартное ее наполнение. Что конкретно переносится? Там папки документов, всевозможные разрешения, сайты, порталы и так далее. Notes Migrator для SharePoint не отличается интерфейсом практически никак. То есть, все то же самое, интерфейс тот же. Разбираться с ним, как я уже говорил, вам хватит 5 минут. Здесь я абсолютно не шучу. Вот. По факту, на самом деле, наша презентация подошла к концу. Сейчас мы посмотрим на вопросы, которые были заданы в чате. Могу сказать, что время с использованием продукта сокращает как минимум раз в 10 ручную миграцию ресурсов и сокращает количество ошибок. Мне повезло проходить обучение по этому продукту в Европе с специалистами определенных западных компаний. Например, могу сказать, что там был специалист, который проходил не... Ну, он обучался вместе со мной, но проходил это... То есть, в их компании он был не первый. Вот. Они уже проводили миграцию в компании Air Berlin Airlines, что я уже забыл, как правильно называется. В общем, а-ля наш аэрофлот только для немцев. Вот. Он сказал, что изначально он проводил миграцию вручную, там, ну, участвовал в нескольких проектах, не только для этой компании, но и для других дочерних. Вот. А потом они взяли сотрудника со знанием этого продукта и обычно там команда, которая этим занималась, была человек пять, а так они вдвоем, вдвоем и то лишь потому, что один как бы знал продукт, другой знал местное АД. Вот. Они спокойно себе провели миграцию без каких-либо затыков. Очень такой был на самом деле интересный опыт. Я изначально когда ехал обучаться, никак не мог себе представить. Но вроде бы все можно сделать средствами Microsoft, при том не так уж изопарно в принципе. Но когда увидел, как это работает, продукт действительно дает огромную кучу плюсов. Мало того, естественно, все спасают мир в PowerPoint, проводят успешные миграции. Я вас совершенно не призываю поверить мне на слово. Более того, я бы даже рекомендовал, потому что настоять как-то это слишком грубо, я бы рекомендовал попробовать наш продукт в тестовом режиме. Мы можем вам предоставить естественно реальные ключи на определенное время, которые позволят вам провести миграцию, принести ресурсы, посмотреть, как все это пашет. Кроме того, мы можем выделить вам ресурсы на нашем сервере, с помощью которого вы потом, условно, чтобы не трогать свое окружение, возможно, у вас не хватит ресурсов или не будет желания его настраивать, вообще заниматься этим, мы можем предоставить тестовый стенд для того, чтобы вы погоняли, посмотрели, насколько это хорошо переносится. Тестовый стенд у нас майкрософтовский, и вы сможете попробовать вручную, если хотите, если хотите, можем даже предоставить материалы учебного курса, чисто для сравнения, чтобы вы посмотрели, как руками это все делается, и собственно уже сравнить, что намного лучше. Так, теперь давайте перейдем к вопросам в чате, если вы не против. Так, последний из таких неотвеченных. возникла проблема премиграции ADN, Windows Server T4 2008 R2 после репликации не появились шары 2008 CISWO и NetLogun. Так, тут ответили, что воспользуйтесь программой NetDiag, да, это самое простое, что можно сделать. Вот, опять же, с квестом, ну, несложно сказать, что такого, я не могу сказать, что такого 100% не будет, но вы можете провести тестовую инновацию и посмотреть, что перенеслось, то есть, тот же ресурс апдейтер скажет, что у вас там невозможно будет там условно после переноса ресурсов прочитать вот это, вот это, вот это, потому что такие-то изменения там не прошли там-то, там-то и там-то. То есть, здесь как бы более прозрачно будет. Так, а чем делали миграцию ADMT? Вообще, ADMT-Diag, так, понятно, они относятся к нашему, так, репликация тоже дала ошибка, HANX-шары отсутствуют. Да, интересно. DC-Diag, ADMT-Diag, новая версия программы DC-Diag, но в принципе можно поставить пакет. Так, вебинар, да, записывался, ссылки вам вышлют, естественно, после мероприятий, ссылка будет доступна на сайте, где вы регистрировались. Так, название фирмы заменится квест на Dell. смотрите, Dell изначально вообще позиционируется как производитель железок. У них есть софтверная часть, но софтверная часть скорее относится к железкам. Знаете, как, например, вы покупаете хранилищ, он говорит, вот у нас система управления хранилищем. То есть, вы берете эту систему управления хранилищем, ставите на ноутбук HP и не получаете вообще ничего, потому что ни хранилища, там нет, ни как бы особых бенефитов, присущих Dell. То есть, было привязанное к железу программное обеспечение. Потом Dell подумал, что будет перспективно затариться таким огромным гигантом в сфере Enterprise, как Quest Software. И, соответственно, поскольку Dell'овское подразделение программное было, мы уже в Dell. Но, как я уже говорил, поскольку, несмотря на то, что продукты Dell'ов в основном привязаны к железу, у нас есть набор продуктов, которые однозначно можно идентифицировать старым названием. Поэтому мы пока что не сделали окончательный ребрендинг. То есть, да, официально он уже есть, и мы Dell Software и так далее и тому подобное, но однозначно, если вы спросите у любого там продавца Dell, который там вам что-то будет с чем-то рассказать, а вот мы хотим приобрести продукты квеста, он сразу скажет да, конечно, там у нас вот есть то, сего и так далее и тому подобное. То есть, это как однозначный ярлык. Поэтому, да, вы в принципе можете отождествлять эти два названия теперь. Так, мастер перехода от Microsoft. Чат в видео попадет, как я уже говорил, это не видео, а запись. При этом запись сделаны хитрым образом, не видео, а именно такое воссоздание истории на флеше. То есть, чат будет, чат кликабельный в плане того, что вы сможете клапаться на ссылку. Вот, но да, он попадет. Вы, собственно, видите все то окно, которое вы видите сейчас. так. Миграция в рамках одного леса домена. Так, отличие от миграции друг лица в другой домен. Да, отличие я уже рассказывал. Так, не останавливайтесь на всякой фигне. для использования миграция обновлять надо только старую версию винды, да и то это скорее для работы сервисов. Для работы самого того же миграшен менеджера там особо никаких обновлений не требуется. Но да, он вам подскажет, что нужно. Но, к сожалению, сам обновление он не поставит. Какова стоимость? Этот вопрос лучше уточнять у менеджеров. Стоимость порядка, я сейчас точно не скажу, 18-14 долларов за активную учетную запись в АД. Соответственно, каждый раз существуют какие-то скидки, акции и прочее, которые позволяют цену эту варьировать. в сторону уменьшения, конечно. Вот. Это лучше узнавать у менеджеров, куда вы заинтересуетесь или попозже. Ну, хотя да, можете, в принципе, наверное, подождать чуть-чуть. Я сейчас напишу одному из наших менеджеров, если они не ушли на обед. И мы сможем уточнить да, сейчас уточним. Я более точно сейчас как раз дождемся ответа, я более точно расскажу, сколько там долларов без скидок и так далее. стоимость, такие ограничения при реальном ключе, кроме времени. Ограничения на количество пользователей, которые вы можете мигрировать на время, то есть внутри реальный ключ действует определенное количество времени. Так, так, так. А, ну и все. Ну там есть еще ряд вещей, которые не позволяют выбирать в реальной версии. Я имею в виду параметры тех же пользователей, если мне не изменяет память какая-то часть. В основном это количество пользователей и время. Так, миграция к ченнице нечается, на стенде провел ее, в живую что-то боюсь. Да, Вячеслав Валерьевич, с радостью мы вам поможем, даже хотя бы просто протестировать ПО. можем и стенд свою дать, можете на своем стенде развернуть. Как я уже говорил, там есть миграция тестовая, которая не делает изменений на конечном домене. Ну и, соответственно, в исходном тоже никаких изменений не делает. Вы сможете провести и посмотреть, он выведет логи, скажет, вот у вас там, не знаю, этого, этого недоступно. Вот и все. И вы сможете таким образом, во-первых, себя обезопасить, во-вторых, перестать бояться миграции. Так, да, я был прав. 18 долларов без скидок и прочего. Это для АД. Ну и для экшенжа тоже 18. Соответственно, пак суммарный, там получается 20 с чем-то долларов. Ну, это если берете АД и плюс экшенж. Так, для чего нужно обсуждаемое ПО после успешной миграции? Данное обсуждаемое ПО после успешной миграции нужно только для сосуществования, если у вас оно еще осталось. Если же вы мигрировали, то это одиночный процесс. Кроме того, сейчас там немножечко применялась система лицензирования. 18 долларов это для 21, кстати, это если АД плюс экшенж. Берете. Вот. Это для постоянной лицензии. То есть, усложного раз мигрировали, потом через недельку мигрировали второй раз. Более дешевая лицензия, которая на единичную миграцию, то есть, условно, вы мигрировали один раз и все, как бы забыли и ПО выкинули. Она там стоит что-то около 5 долларов. Более точно не смогу подсказать, надо уточнять у менеджеров. То есть, два типа лицензирования возможно. Так, присутствует ли русский интерфейс? Нет, к сожалению, русского интерфейса присутствует, но с русской виндой он работает нормально. То есть, если там сервер на русской винде, там все боковые сервисы и так далее, то есть, никаких проблем. Но, к сожалению, интерфейс на английском. Процесс локализации он как бы идет, но он в связи с большой величиной компании достаточно медленной. При миграции пользовательских профилей пользователь не может работать за компьютером. Для чего для него будет миграция его профиля прозрачной? Да. Потому что, как я уже говорил, есть, конечно, различные варианты настроек. То есть, допустим, профиль перенесся из домена в домен и в старом домене отключился. Такое возможно, если вы хотите. Но, как в рекламе, если вы не хотите, вы не обязаны этого делать. Есть возможность, когда профиль перенесся, условно скопировался, и пользователь продолжает работать по-старому. Потом у него компьютер перезагружается, переключается на новый домен и в этот момент профиль там врубается и так далее. То есть, возможен такой вариант развития событий. Очень интересует ценный доступ, а также ограничение к реальным версиям. Ограничение к реальным версиям, как я уже говорил, время, количество пользователей, несколько параметров объекта. Там нельзя просто их выбирать. А так все, реальные ключи мы вам с радостью дадим попользовать. Можно ли использовать вашу программу для оказания услуг по миграции для заказчиков? Конечно. Конечно. Я вам даже больше скажу. Мы себе, конечно, эту программу не гоняем, чтобы мигрировать раз в день из домена в домен. Большинство людей, которые у нас покупают, они как раз покупают для того, чтобы выполнить процесс миграции у заказчика. То есть, конкретно, вот в одном из операторов сотовой связи проводится миграция, ее закупил не оператор сотовой связи, а подрядчик, который, собственно, выполняет работы по миграции. Потому что, по факту, вы можете потом это пересчитать. Получается, дешевле, выгоднее вам, например, вы закладываете неделю на миграции, получаете определенную сумму денег. Вам дешевле часть из этой суммы отдать, купить лицензии и квеста, провести миграцию и потом перейти к следующему проекту, особенно, если вы интегратор, чем неделю, допустим, колупаться, делать руками. Тут тоже вопрос, конечно, спорный. Все дело в том, как это все правильно рассчитать. Но это выгодно. Очень часто это намного выгоднее, чем вручную все это делать. Потому что квест позволяет, как я уже говорил, раз в 10 все ускорить. Но представьте, все, что делается вручную, все делается автоматом. Тут, наверное, даже объяснять особо не надо. Вадим Евгеньевич, при миграции роли АД должны располагаться на одном сервере или нет? Нет, не должны. Все роли ФМС могут принадлежать только одному контроллеру. ФМСО? Да. Зависит от того, в зависимости от того, что вы планируете выполнять. Серверов может быть много, как таковых. Так, вот о роли контроллера нет и есть. Контроллеры. Так. А МСТАК не рекомендует. Да, это правда. На компьютер ролей посмотрим, на начале каждого сего. И рекомендации. То есть 20 долларов на 1020 неплохо. Ну, там не 20 долларов. Ну да, если вы берете вместе с экшенджем, но опять же, придя в мир корпоративного программного обеспечения, я поразился не нестабильности цен. То есть, да, вроде как записано, что 20 баксов, там вроде как цена, но это не как в супермаркете. Пришли, будьте уверены, что хлеб не стоит дешевле 11. Это как рынок. Вы приходите и говорите, да, вот у нас есть там тысяча пользователей и по 20 баксов за пользователя выходит 20к зелени. Солидно. Мы такого позволить не можем, там давайте-ка за 15, например. То есть, вы можете всегда вопрос этот обсудить с менеджерами, с аккаунтами и так далее. Они всегда гибкие, идут навстречу, то есть, в принципе, этот вопрос решаемый. Ну да, ПО могу сказать так, не дешевое, но оно в свои деньги окупает полностью. Так, а можно у вас на стенде отработать миграцию AD и как это сделать? И как можно связаться с менеджерами по поводу покупки версии миграции? Только покупки версии только AD. ну, так, 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 так. Вы можете писать нам на сейчас я напишу вот сюда вот и собственно задавать туда вообще любые вопросы. Просто у нас ну там есть разделение по менеджерам, то есть, ну, кто, какой территории России занимается и так далее. Я, честно говоря, не берусь ответить на вопрос что да как, кто чем занимается. Вы можете писать сюда с любым вопросом, то есть, написать про я хочу потестировать данное ПО на там вашем стенде. Мы говорим окей, с вами связывается менеджер, договаривается о всех деталях, ну, там, отвечает на вопросы по ценам, там, по тестируем, время, когда, что, дальше вопрос попадает уже непосредственно к вашим покорным услуге, ко мне. Вот. Я разворачиваю стенд или клонирую, ну, в зависимости от того. У нас просто, конечно же, это не единственное ПО, которое есть у квеста, там порядка 220 номинований, вот, но мы предоставляем вам стенд, собственно, все. Вот. У нас стенд на ESX, поэтому, ну, соответственно, мы тоже дадим вам скачать клиенты, это самое удобное, как можно им пользоваться. То есть, в принципе, вопросов и сложностей никаких нет. Вот. Ну, и, конечно, вопросы там, если возникают, всегда можно это обговорить. Так, в упущих групповых политиках подключены самописные темплейты. Как будут эмигрировать такие политики? Ну, здесь нужно разбирать темплейт, если вариантов множество, либо перенести в тупую, как бы, вот, но тут, скорее всего, они могут не работать на новом домене, ну, как бы, я даже не знаю, нужно рассматривать конкретный вопрос, то есть, конкретно темплейт, что, куда, и сравнивать, как это будет работать в, скажем так, целевом сервере, но возможность переноса таких политик есть. значит, так, с радостью обсужу этот вопрос, если напишите мне, сейчас напишу адрес, вот сюда, вот, за сим, вопросов, если у вас больше нет, то, собственно, тогда спасибо за внимание, сейчас пока не уходите, необходимо будет запустить опрос, вот так вот, ответьте на вопрос по поводу нашего сегодняшнего, это позволяет определить, насколько, так, стоп, запустить опрос, да, все, это позволит определить, насколько хорошо мы провели этот вебинар, возможно, что-то подкорректировать, если у вас есть комментарии, вы всегда можете вписать их в свой ответ, вот, также, эти вебинары, ну, собственно, мы, благодаря этим, как это сказать, оценкам, мы можем корректировать правильность того, как мы провели данный вебинар, я бы даже сказал, что здесь убраны, скажем так, условно-отрицательные оценки, специально для того, чтобы поощрить свой, ну, как бы, свой ответ, почему, потому что очень часто, вы знаете, ну, просто у меня достаточно большая практика чтения вебинаров и семинаров, и получается, что вот у нас был момент, один из таких ярких примеров, когда человек приехал на семинар, там было несколько докладчиков, все, ну, с моей точки зрения, все было организовано очень качественно, я, кстати, обращаю немаловажный аспект на еду и напитки в процессе мероприятия, то есть, что, в принципе, очень хорошо, вот, а человек поставил оценку единицей, мы себе сломали всю голову просто, как так, что мы сделали не так, и, ну, старались там разнообразить всевозможными там развлечениями, как-то читать очень аккуратно, ну, в смысле, красиво, там, шутками, прибаутками, а потом связались с человеком, оказалось, что не было парковочного места на стоянке, то есть, и несколько это не отразило, к сожалению, сути того, почему он поставил единичку, то есть, единственное, нам повезло, нам удалось связаться и, в общем-то, все это дело восстановить, правильно, событие, в следующий раз уже взять с более большой парковкой место, вот, как-то так. Коллеги, огромное вам спасибо за то, что вы присутствовали на вебинаре, вот, я смотрю, что оценки, оценок суммарно не так,